Фактически недавно шаг Ирана по отправке нескольких партий нефти и бензина в Ливан является частью стратегии Исламской Республики по оказанию помощи Ливану, который остаётся частью фронта сопротивления. Поскольку ситуация в Ливане такова, что в последние месяцы, особенно с прошлого года, когда правительство Хасана Диаба ушло в отставку, ситуация в Ливане вступила в серьёзную и критическую фазу. Некоторые региональные, не региональные державы, частности США и Израиль, стремятся касать экономическую давление на Ливан и Ливанский народ. В этом случае вопрос о блокировке поставки топлива в Ливан стоит. Он стоял на повестке дня этих держав, и Ливан постепенно столкнулся с нехваткой топлива. Как следствие движения автомобиля в Ливане было практически остановлено. Цель состояла в том, чтобы парализовать оборонительную и военную машину Хезбуллы и не позволить Хезбулле получать топливо, необходимое для отражения возможного нападения Израиля на Ливан. Поэтому США и Израиль установили блокаду, чтобы остановить боевую машину Хезбуллы. Тем не менее, Иран старался воспрепятствовать этому заговору. Поэтому, несмотря на угрозы и опасности, которые угрожали иранским топливным судам в Персидском заливе и Средиземном море, Иран отправил груз топлива в Ливан, чтобы помочь ливанскому народу, а также ливанскому сопротивлению. Несмотря на эти угрозы, иранские ВМС сопровождали грузы, что свидетельствует о том, что Соединенные Штаты и Израиль хорошо осведомлены о сдерживающей военно-морской мощи Ирана в Персидском и Миламанском заливе и даже в отдаленных океанах. Груз без проблем прибыл в сирийский порт, а оттуда необходимые бензин и топливо были доставлены в Ливан, что является признаком могущества иранского флота. По этой причине представляется, что данная акция создала очень позитивную ситуацию для Ливана. Иран пытается добиться относительно процветания ливанского народа и сократить международное давление и санкции. И поскольку Франция всегда заявляет о союзе и координации с Ливаном, он хранил молчание в течение этого периода, не предпринимал никаких действий, чтобы помочь ливанскому народу, будь то в области топлива, финансовой или экономической помощи. Но Франция фактически бездействовала, и Ливан также не получал необходимой помощи. В Sayonaaira, Т Newsom Italia, Франция, Франция, которая заявляет о своей солидарности с Ливаном, не предприняла никаких действий для решения проблемы этой страны. где угрозы сианинского режима резко возросли за последние два года. Именно поэтому Иран вмешался, чтобы разрушить данную атмосферу. Фактически провал санкций против Ливана показывает, что Соединенные Штаты, Израиль и западные державы не имеют возможности вводить санкции в отношении стран региона, и что решения Ирана могут помочь прорвать блокаду не только самого Ирана, но и других дружественных ему стран. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова